привет дорогие друзья сегодня я бы хотел поговорить об интересной закономерности которые я обнаружил при взаимодействии цены с уровнями уровни должны быть видны большинству трейдеров то есть они должны быть очевидны соответственно крупный игрок очень часто пользуется той ликвидностью которая появляется при подходе цены к данным уровням все видят уровне от которых цена может отскочить и естественно как по маркету заходят от данных уровней также сама подставляют выставляют да там свои лимитные ордера чтобы при достижении определенной ценовой отметки сработал ордер покупка с целью поставить стоп за уровень то есть получается используют такие зоны спроса для того чтобы войти в позицию в то же время крупный игрок он использует эти зоны спроса или зоны предложения для того чтобы получить ту ликвидность которая ему необходимо для открытия позиции в противоположном направлении и так давайте рассмотрим примеры которые отображают суть данного введения и данного подхода посмотрите пожалуйста на график это график природного газа и здесь мы проводим уровень по двум точкам это уже уровень но если касание больше он усиливается по теории работы с уровнями в это уже знаете и так если вот посмотреть данный уровень первые две точки мы установили здесь был даже ложный пробой после чего очень сильная реакция наверх касание тенью еще одно касание и вот самым интересным здесь является вот этот момент вот он образование и чести объема непосредственно на данном уровне я отмечаю такие и чести объемы сокращенно lb это означает level breakout то есть что данный уровень будет пробит с высокой вероятностью есть два варианта поиска точки входа возможно это при пробитие уже данного еще в те объема и установки стоп лосса соответственно за экстремумом либо же искать точку входа после реакции на данный объем я покажу вам в следующих примеров как это может быть как это выглядит здесь прошло достаточно большое количество контрактов с 12 миллисекунд для газа это существенный объем на уровне и после чего цена пробивает этот уровень и происходит ускорение соответственно разгружаться при такой точке входа нужно вместе тоже smart market maker ам вот когда уже цена образуется и че в те объем вроде бы он движущий но цена возвращается закрепляется выше точки образования чести объема здесь можно уже закрывать свою позицию и так давайте рассмотрим еще один пример это нефть вот данное скопление и чести объемов достаточно крупная и уровень здесь на дневном графике вот это он сейчас он не выглядит каким-то существенным но вот в момент его образования это был довольно существенный уровень для трейдера вот давайте закроем правую часть графика во первых уровень построен по точке где цена встретила первое существенное сопротивление после довольно мощного восходящего движения затем где-то неделю уровень отзеркаливали то есть получается цена пробила от тестировала в этой точке здесь вот здесь ложный пробой данного уровня произошел и все-таки отзеркалило наверх затем был возврат попытка пробоя этого уровня но все равно получается ложный пробой и закрепление следующей свечи закрытия над уровнем опять реакция то есть получается что как мы уже видим здесь достаточно сильная поддержка соответственно там где поддержка там образовывается большое количество лимитных ордеров на покупку для того чтобы трейдеры хотят отработать эту поддержку то есть потому что очень часто идет реакция цены но когда мы видим образование и чифти объемов это не пробой то есть если бы это здесь было то это соответственно стопы и если будет в обратный возврат то можно попробовать взять реакцию то есть такое скопление чифти объемов проходит перед уровнем и на уровне непосредственно уже то есть получается что высока вероятность что крупный игрок как раз воспользовался той ликвидность а какая-никакая она здесь есть он спровоцировал движение то есть возможно продал не не здесь не по хаям не по самым выгодным ценам а в ликвидность и после этого после такой ситуации конечно покупать очень рискованно очень маленькая вероятность то что обратно пойдет движение наверх здесь можно попробовать воспользоваться движущими и чифти объемами на продолжение то есть получается что возможно на ретесте одного из и чифти объемов пусть будет этот или этот то здесь был ретест вот после образования как бы останавливающий ретест предыдущего чифти объема очень часто с первого раза цена не проходит предыдущие чифти объем как вы уже заметили если они идут подряд и соответственно если заходить на продажу то стоп лосс можно выставить за вот этими всеми и чифти объемами и попробовать действительно взять пробой опять же таки выход когда образуется и чифти объемы останавливающие уже после движения то очень часто кто торгует пятую стратегию тот знает что идет потом возврата и в точку пробоя очень большая вероятность что цена вернется в точку пробоя вот здесь и так же как предыдущей ситуации по газу да тоже после вот этого и чифти объема который уже на выход был то есть получается цена возвращается как бы уже в зону баланса то есть вот эта зона это является зоны баланса для цены вот моменте это зона дисбаланса но затем когда цена уже ищет новую зону дисбаланса она возвращается в зону баланса то есть может отсюда происходить потом реакция и затухание движения возможно и так давайте еще посмотрим пример это медь вот тут интересная ситуация довольно нестандартная и так дневной график медь линия нисходящего тренда здесь . здесь . уже можно чертить уровень здесь немножко не дошли но тоже можно сказать что это люфт такой определенный тоже была реакция и вот цена подходит к данному уровню то есть линия нисходящего тренда и прямо здесь образуется и чифти объем вот он этот и чифти объем он довольно тоже крупный для меди 216 контрактов за миллисекунду прошло и сразу же на него последовала реакция конечно можно сказать что здесь отработать short хороший вариант но высоко так как высока вероятность что данный уровень будет пробит то есть вполне могло случиться такое что вот эта первая реакция откат и вот это движение она бы пошло дальше то есть соответственно нам можно было бы даже купить вот на пробой вот этого уровня который сформировался и чифти объемом смотрите дело в том что и чифти объем это зона лимитного предложения это не просто так до прошли сделки но если реакция пошла то есть соответственно это подтвержденное лимитное предложение в этой области соответственно пробой данного лимитного предложения будет говорить о том что покупатель силен сильнее чем тот лимитный продавец который принял данный объем на покупку потому вот эти точки они как вы видите являются кульминационным то есть цена не задерживается в области образования и чифти объема это очень важно для нас можно даже торговать опционные стратегии те же страдал или стрэнгл вот от зон скопления крупных и чифти объема вы часто видите что цена не остается но практически никогда в эти в этой области вот потому это будет или пробой или реакция вот здесь данной ситуации если прямо на уровне мы видим и чифти объем высока вероятность что будет пробой но когда мы не знаем в данном случае цена отбилась от данного уровня и пошел мощнейший вынос вынос чего вынос ликвидности ликвидность которая вот собрана в этой области то здесь достаточно сильный уровень да здесь очень много было про торговки это зона спроса получается то есть и это пробой этот зоны спроса снятия стоп лоссов и маг мгновенная реакция то здесь уже лимитный покупатель маркет мейкер принял на себя вот эту ликвидность и вот этот и чипти объем он для нас очень важен потому что мы тут четко можем понимать что у нас есть уже хорошая цель даже если цена придет к этому и черти объем а зачастую она идет дальше и получается что здесь можно взять очень серьезное соотношение риск прибыль потому что как это происходит нам очень важен контекст здесь зашел крупный игрок он купил у маркет мейкера соответственно маркет мейкер пошел разгрузил эту позицию разгрузил эту позицию возможно да набрал еще новую и цена обратно возвращается уже будет идти в сторону крупного игрока который вот здесь в ликвидность купил потому что для крупного игрока нужна ликвидность она здесь сосредоточена в уровень в на уровне всегда есть ликвидность и он в нее покупая в нее покупает и ожидает что цена будет расти то есть как вы знаете фонды они редко торгуют да там со стоп лоссами то есть они редко используют плечо большое но возможно какое-то плечо там один к двум один к трем но у них ликвидности достаточно они торгуют без плеча вот и стоп лоссы редко используют уже по реагирует по ситуации вот а ну трейдеры много трейдеров принципе все нормальные трейдеры используют стоп лоссы заставят стоп лоссы тоже за зону спроса и за счет срабатывания этих стоп лоссов идет разгрузка вот этой позиции возможно набор новой позиции вот так вот так давайте еще вам покажу ситуацию по канадцу вот здесь на дневном графике тоже достаточно сильная поддержка как вы видите да то есть пять касаний на одном уровне то есть это получается лимитный уровень лимитного покупателя потом цена возвращается идет реакция на этот уровень и и обратите внимание вот когда цена подходит к данному уровню образуется и чести объем если бы это были стопы то этот и чести объем был бы образован вот здесь потому что даже если вот здесь объемный уровень но минимум близко то соответственно стопы ставятся за минимум если бы тут вот такая тень была вниз до свеча была то естественно можно было бы предположить что трейдеры поставили стоп ну они не будут не могут здесь ставить да ну неважно какая там свеча тень большая соотношение ухудшается они тогда ставят за объем горизонтальный но здесь такого не было то есть потому трейдеры скорее всего если бы они заходили в бай то они бы стали стопы здесь потому это не снятие стопу это тоже level breakout то есть крупный игрок в ликвидность продал затем идет реакция цена якобы вроде бы закрепилась над объемным уровнем и потом уже к вечеру начинает пробивать и соответственно ночью уже такой дрейфу и опускается ниже ну и потом идет ускорение вот если поставить сел стоп вот здесь то это будет беспроигрышный вариант фактически то есть со стоп лоссом выше вот этого объема потому что здесь уже и лимитный продавец то есть зона предложения фактически если цена отсюда пошла вниз на счета зона предложения вот этот объем он на продажу он принадлежит крупному игроку он продал в ликвидность и высока вероятность что соответственно это ликвидность будет уже снята уже разобрана разобрана вот эта ликвидность покупателей которые здесь было лимитных покупателей вот и то же самое смотрите вот та же самая история то есть выход тоже в зоне разгрузки принципе то есть тут разгрузка произошла и тоже опять возврат тот же самый та же самая история то есть возврат в эту область еще и дальше то есть та же пятая стратегия по сути то здесь еще и четвертая потому что дельта была позитивная вот то есть очень похожие сценарии но суть этого мастер-класса что мы сейчас провели это показать вам что действительно нужно в контексте видеть образование и щифти объемов если вы хорошо понимаете причину почему потому что без причины ничего не происходит есть определенная цель причина открытия сделок и образования соответственно объемов нужно для себя провести эту расшифровку и таким образом лучше понять что может произойти очень часто когда и щифти объем появляется непосредственно на каком-то видимом уровне не каком-то том уровне который только вы видите а который видит большинство трейдеров очень большая вероятность что эти уровни образования щифти объемов будут пробиты и получается что мы можем зайти в сделку либо когда уже идет преодоление этого уровня поставить стоп выше зоны предложения либо же когда цена если она цена сильнее пойдет наверх образуется и щифти объем разгрузочный и от него работать то есть как вот непосредственно произошло по меди вот здесь да вот такая методика такое видение надеюсь вам будет полезно и вы сможете лучше увидеть лучше понять рынок с помощью наших инструментов потому что очень важно видеть рынок изнутри видеть спрос и предложения баланс сил для того чтобы принимать качественные решения все друзья всем хороших красивых трейдов и до встречи пока 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 пока